О преобразованиях квадратичных форм. Покажу, как их делать, и вы увидите, что это оказывается связанные вещи. И когда вы это поймете, то доказательство более-менее само собой не получится. Поехали. Во-первых, что такое квадратичная форма? Это выражение такого вида АХ квадрат плюс сколько там ИКС, ИКС, плюс сколько там ИКС. Это называется квадратичная форма. ИКС, ИКС это переменная, АКС это конкретная целая числа. Зачем нам нужна квадратичная форма, как они? А вот зачем. Если вы напишите выражение ИКС квадрат минус 2 ИКС квадрат, то абсолютно понятно, что когда вы его приравняете нулю, то получится, что ИКС разделить на ИКС, это плюс-минус то и не зуб. То есть тот самый конь, который вам нужно извлечь, на самом деле непосредственно связан с квадратичной формой ИКС квадрат минус 2 ИКС квадрат. Ну и в общем случае, конечно, если кольцо заменится на какое-нибудь культуральное число Д, то вы получаете квадратичную форму, которая естественно как-то хорошо связана с корнем ИКС Д. Просто потому, что если разложить ее по формуле разность квадратов, известной из школы, то это будет ИКС минус ИКС Д умножить на ИКС плюс ИКС Д. Но, ребята, я сейчас не хочу писать никакие иррациональности. Я хочу решать задачу о накраждении цепной троги, что называется, работая с квадратичной формой. Хорошо, как мне с ней работать? А вот так. Надо потребовать следующих жестких условий. У всех форм, с которыми я сегодня буду работать, А будет больше нуля, АС будет меньше нуля. Просто другие квадратичные формы запрещены. Все, что я сегодня буду рассматривать, будет только таким. Отлично. А еще я буду пытаться делать замены кардиналов. Рассказываю, что такое в данном случае замена кардиналов. И будет две. Одна из них будет называться левая, другая, соответственно, правая. Определение такое. L от x, y, это x плюс y, ир. А R от x, ир. Это, соответственно, x, x плюс y. По-моему, понятно, что это. В одном случае вы увеличиваете левое число, оставляя правое, безменное. В другом случае вы увеличиваете правое число, оставляя левое, безменное. Сейчас мне нужны две формы. Значит, одна из них будет такая. Вот, смотрите. Если я возьму и заменю x на x плюс y в квадратичную форму. Это будет так. x плюс y, y, c, y в квадрат. Ну и, разумеется, раскрою все скобки. Что в таком случае получится? Очевидно, коэффициент при x квадрат не изменится. коэффициент при x, y будет довольно хитрый. А именно, это будет 2а плюс b. А коэффициент при y квадрат будет вообще а плюс b плюс c. Замечательно. Вы x, y пропустили. x, y, ну, я делаю то, что написал. Спасибо. Ну и, разумеется, я должен написать вторую излучку. А именно, нетрудно сообразить, что будет все то же самое. Только коэффициент будет хитрый при x квадрат. Дальше здесь будет b плюс 2c, x, y. А там коэффициент не изменится. Коэффициент останется с y в квадрат. Теперь рассматриваем все те две излучения. Господа, вообще-то а плюс b плюс c это конкретное число. Если а плюс b плюс c, это число, которое больше нуля, то вот этот коэффициент положительный, а этот остался отрицательным. И так мы формируем формируем право оснать. Если а плюс b плюс c, наоборот, меньше нуля, то вот эту квадратичную формулу мы можем рассмотреть. Ну, вы мне, конечно, зададите вопрос, а что делать, если а плюс b плюс c, простите, равно? А я отвечу. На самом деле, это у нас никогда не встретится. Потому что d не является полным квадратом. Какое отношение имеет то, что d полным квадратом нет? А вот такое. Господа, я же каждый раз делаю замену перемен. Поэтому я могу вам сказать, что у меня фактически некоторая квадратичная форма, только записанная в разную систему координат. Для тех, кому не удовлетворяет эту слабую систему координат, я могу показать следующий фокус. Вот у этой квадратичной формы есть дискриминант. Так, а что дискриминант все знают? Ну, обещаю я про это. Что это такое? Клево, я скажу. Минус 4а. Это вот этот коэффициент в квадрате минус 4а. Согласны? Отлично. Итак, есть такая штука дискриминант. b квадрат минус 4а. Замечательно. В начале он чему равнялся? В начале у нас b равнялась нулю. a равнялась единице. а c равнялась, поэтому это было 4d. Так вот, 4d это не квадрат. Очень хорошо. А теперь давайте-ка я покажу вам, что происходит с дискриминантом при такой операции и при такой операции. Считаю дискриминант вот этого трех человек. 2а плюс b в квадрате минус 4а умножить на а плюс b плюс c. Раскрываю стопки. 4а квадрат плюс 4аб плюс b квадрат минус 4а квадрат минус 4аб минус 4а с. Так, ужасно интересно. Если 4аб исчезла, 4а квадрат тоже. Осталось b квадрат минус 4а с. Наше преобразование сохраняет дискриминантность. Разумеется, абсолютно так же. Если я возьму 2с плюс b в квадрате и вычту 4с умножить на а плюс b плюс c. Просто выражение отличается тем, что вместо а стало с, да? То это будет тоже b квадрат минус 4а с. Ребята, квадратичная форма сохраняет дискриминантность при всех наших преобразованиях. Что было бы, если бы вдруг а плюс b плюс c стало равным нулю? Произошло бы следующее. Посмотрите, пожалуйста, вот это выражение. В нем а плюс b плюс c равно нулю. Является оно квадратом или нет? Нет. Как-то нет. Приведите внимательно. 2а плюс b в квадрате минус 4а умножить на ноль. Является. Если бы вдруг а плюс b плюс c стало нулем, то дискриминант стал бы квадратом. Но он не менялся, и вначале он квадратом не был. Он или нет? Значит, сколько я не буду баловаться с такого типа преобразования, а плюс до плюс c никогда не станет нулем. Значит, всегда это число будет нидо отрицательным. И в таком случае я буду применять верхнюю строчку преобразования а. или эта штука будет положительной, а плюс до плюс c. И в таком случае я буду применять преобразование в r. Сейчас я, поскольку нам было нелегче считать синтекору цепные номеры квадрата, я сейчас точно так же, господа, возьму, ну, начну с их квадрат минус 2 из квадрата. И каждый раз буду записывать, выполняем ли я преобразование l или преобразование r. Значит, давайте запомним. l соответствует случаю, когда а плюс b плюс c меньше нуля. Когда у меня сумма всех коэффициентов меньше нуля. r соответствует случаю, когда а плюс b плюс c больше нуля. Поехали. 1 минус 2 меньше нуля, поэтому я делаю преобразование l. и я пишу следующую штуку. x плюс y квадрат минус 2y квадрат. Разумеется, я открываю скобки, получая x квадрат плюс 2xy минус y квадрат. Замечательно. Вот здесь я пишу, чтобы выполнить моё преобразование l. Теперь, 1 плюс 2 минус 1. Это что такое? Это двойка. Значит, нужно делать преобразование l. Нужно делать преобразование l. Так, только, ребята, вы должны понимать, что мне нужно не просто сюда подставлять, но вообще-то мне нужно еще и здесь запоминать, что происходит. Поэтому, когда я делаю преобразование l, давайте-ка я здесь пишу. Вместе y поставим x плюс y. Значит, будет 2x плюс y в квадрате минус 2 раза x плюс y в квадрате. Так, ну и раскрываю штуки. Здесь будет коэффициент 4 минус 2, это будет 2 минус квадрат. 4, ну и здесь будет тоже 4, значит, xy плюс 4. y в квадрат минус 2y в квадрате, значит, будет минус y. Отлично. Опять, 2 минус 1, это положительное число, поэтому я опять буду преобразование f. То есть, вместо y напишу x плюс y. Получу 3x плюс y в квадрате. Здесь 2x плюс y в квадрате. Итак, надо суметь врезать штуки сделать. 9x в квадрате минус 8x в квадрате минус 6x в квадрате минус... Здесь как, 2x в квадрате минус 2y в квадрате минус 2y в квадрате, значит, будет минус y в квадрате. Замечательно. 1 минус 2 минус 1. Сколько будет? Минус 2. 3. Да? Это будет минус 2. А минус 2 значит l. Также нет, l. l это вместо x вписать x плюс y. Это будет 3x плюс 4y в квадрате. Минус 2 вместо x пишем x плюс y. То есть, будет 2 минус плюс 3y в квадрате. Ох, господи, наверное, 9x в квадрате минус 6x в квадрате минус 6x в квадрате. А почему не подставим формулу, которая была... В этом? Да. Можно в этом, но мне, на самом деле, так быстрее. Понимаешь? Мне же самое интересное вот это. То, что там внутри накапливается. Я уж справлюсь. Значит, 9 минус 8 это одинать, я знаю. Теперь здесь 24 и здесь тоже 24 исчезло. 16 минус 2 раза 9. Это минус 2y в квадрате. Ребята, победа. Я сделал преобразование l. r, r, l. Я прошу. Иду сюда, к квадратному. Вот, на нашей земной тропе. Квадратный коврый из двух. l. r, r, l. И теперь задаю вопрос. Понимаете ли вы, что произошло? Что эти l-ки и r-ки, смотрите, если вот это продолжать дальше, l, r, r, l, l, r, r, l и так далее. И после этого, понимаете, что происходит? Количество блоков. Конечно, да. Это у нас для одной формы, оказывается, нет. Но это я сейчас, конечно, разберу несколько численных примеров, чтобы вы поняли, как в принципе механизм работает. Но это уже не так интересно все. Интересно мое заявление. Механизм работает. И оказывается, что вот эта вот игра с квадратичными формами, эти l-ки и r-ки, это в точности расположение числа корень из d в цепную тропе. Чтобы по-настоящему это понять, на самом деле вам потребуется то, что называется алгоритм вытягивания лосов. Сегодня я это дело рассказывать не буду. Это, с одной стороны, очень просто, а с другой стороны, просто нужно об этом подробно поговорить. Потому что моя цель сегодня хотя бы закончить описание этой конструкции, чтобы вы ее вводили. И вот, но, во-первых, вы это поймете, это несложно, это только звучит страшно, а на самом деле вполне себе не страшно. Вот. На самом деле оказывается, что можно понять, как работает процедура разложения в цепную тропе, не на уровне, что что-то там домножаемо сопряженное, потому что это не очень понятно, а на уровне геологической картинки, на плоскости, нарисованной картинке. И тогда все станет понятно, но пока мне нужно следующее, пока мне нужно просто формально доказать такую штуку, что если я взял квадратичную форму x квадрат минус d и d квадрат, и по правилу, так, кстати, все согласны, что мое правило абсолютно однозначно и жесткое. Все помнят это правило? А плюс b меньше, чем c, применяешь верхнюю строчку, если а плюс b плюс c больше, то есть правило абсолютно жесткое. Я доказал, что не бывает а плюс b плюс c равно нулю, то есть оно всегда сработает жестко, либо так, либо так, никаких промежуточных вариантов. Так вот, и по правилу, получается, что последствия есть L и L, то обязательно зацепляешься. Так вот, давайте сделаем так. Я даже сейчас не буду, я хотя бы докажу, что обязательно зацепляешься. Доказать очень просто. В общем, если у вас есть такой вот однозначный процесс, когда вы вышли из точки, и дальше не знаете, куда идти, и дальше вы знаете, куда идти, знаете, куда идти, и так далее, и так далее, что если вы ходите внутри конечного множества, то вы обязательно никогда не будете. Согласны? Значит, нам нужно понять, что вы ходите внутри конечного множества. А в этой задаче это очень легко. Смотрите. Правда, что коэффициент в квадратичной формуле целые числа? Правда? Правда. Давайте я, простенько, выпишу, что мы знаем. Мы знаем, что a, b и c это целые числа. Отлично. Мы знаем, что a больше нуля, c меньше нуля, потому что это у нас с самого начала жесткое правило. Так сказал Твайл Пеппер. Сказал? Сказал. И еще мы знаем, что инстриминант все время постоял. Помните, что дискриминат? b квадрат минус 4 от c. Я доказал, что при наших преобразованиях, ну, на самом деле, кто знает, что при замене координат с пределителем 1, а мы именно такие делаем, у любой квадратичной формы не меняется дискриминат, тот может на это сослаться. Ну, а в принципе, я вот просто прямым счетом это проверил. Собственно, проблем не может быть, в том, что дискриминат не меняется. А что такое дискриминат? b квадрат минус 4 от c. Вначале он равнялся 4 от d, и он навсегда будет таким. А вот теперь, я бы сказал, посмотрите, пожалуйста, что из этого мы даем исследовать. У нас a и c числа равных знаков, поэтому минус 4 от c у нас число 90, число целое. а положительное число. Это значит, что b в квадрате меньше 4 от d. А значит, для b сколько вариантов? Можно бесконечное число целых чисел, которые в квадрате меньше 4 от d? Нет. Для b конечное число вариантов. Извините, если вы взяли какой-то вариант для числа b. Отставили сюда. То для произведения 4 от c у вас сколько вариантов получается? Конечно. При каждом конкретном b у вас произведение 4 от c известно, правда? в квадрате, ну, то есть на множителе может обслагаться, конечное число вариантов. Значит, при каждом конкретном b конечное число пар от c и b конечное число шурупов. Значит, обязательно зацепляемся. Правда, тут возможны проблемы. Когда мы идем по стрелочкам, представьте, все начали, пошли по стрелочкам, пошли по стрелочкам, пошли по стрелочкам, то, возможно, такая неприятная ситуация, которая называется цикл с востом. Возможно? То есть вы делаете наше преобразование, и вдруг так получилось, что вы зациклились, но не в ту точку, с которой начали, а в какую-то другую точку. И дальше вы будете накручивать здесь круги, да, крутиться здесь, и никогда не вернетесь сюда. Оказывается, это не так. Давайте сейчас это докажем. А именно, господа, давайте поймем, что когда вы смотрите на какую-то квадратичную форму, на полученную вот так или полученную вот так из вальсберговской формы. Помните, а больше нуля, а ц меньше нуля. То на самом деле, когда вам скажут значение вот этих эфициентов, вы можете сказать, получилась она по правилу L или получилась она по правилу L. Давайте я объясню. Вот представьте себе, что вам сказали, что некоторая форма получилась по правилу верхней строки, и вы знаете число A, знаете 2A плюс B и знаете A плюс B плюс C. Вы понимаете, что если вы знаете A и знаете 2A плюс B, то на самом деле вы и B знаете. Если вы знаете A и B и знаете A плюс 2 плюс C, то вы и C знаете. То есть если вы знаете, что что-то получилось по правилу L, вот какая-то форма, то эту форму вы найти можете, правда? Отлично. Возврат по L я вам только что объяснил, абсолютно однозначно делается. Возврат по R. Вот мы знаем, то есть вот такую форму, и знаем, что она получена как R. Ну так, тогда мы знаем число C. Мы знаем вот это число и число C, значит, знаем число B. Мы знаем число B и C и эту сумму, значит, мы знаем число B. Возврат по R тоже однозначно. Проблема, которая может быть единственная. Вдруг какая-то форма получилась и как L, и как R. То есть из одной формы она получилась как L, а из другой формы она получилась как R. Вот мы говорим. Такого на самом деле не бывает. Можно, взглянув на числа, взглянув на эти числа, можно понять, что на самом деле форма получена преобразованием L. А взглянув на эти числа, можно понять, что она на самом деле получена при образовании L. Будьте добры, объясните так. Почему нельзя одну и ту же формулу получить и как L от чего-то, и как R от чего-то? Как только мы это докажем, у нас получится, что зацикливание дает нам чистый период. Что мы, зацикливаясь, вернемся в ту же самую квадратичную форму X квадрат минус D или квадрат. Запишем вот это как R, это как C, и переделаем противоречие. Предположим, что один человек сделал правым образом, а другой человек сделал левым образом. И последнее, С. Была форма А, Б, С, к которой применили правое преобразование, и была форма У, В, Т, понятно, да? К которой применили левое преобразование. Да, да, и что? Или разбираетесь с коленной системой и получаете объемы противоречия, или из первоначальной задачи сумеете увидеть, почему все легко, легко, легко. Вычитаем вторую строчку из третьей и прибавляем первую. Любая линейная комбинация делается за один раз. Поэтому не надо делать несколько преобразований над строками. Если у тебя есть преобразований, то скажи там, первую строчку из левым с таким-то коэффициентом, вторую с таким-то, третью с таким-то. Первую с коэффициентом в один, вторую с коэффициентом в минус один, третью с коэффициентом в один. Ага. То есть мы по твоему мнению складываем эти две и вычитаем вот это. Что тогда будет? С, ч, с, н, с, а. Согласны? Это берем с коэффициентом 1, это берем с коэффициентом 1, а это с коэффициентом минус 1. А здесь складываем, будет 2у плюс в плюс т, вычитаем 2у и вычитаем в. Что здесь останется? Т. А равно т. А вот это уже решение, потому что а у нас было больше 0, а т у нас было меньше 0. Складываем две строки, вычитаем среднюю, получается слева а, справа т, но а должно быть числом положения, а т, 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 а т. Так вот, на самом деле, можно было не выписывать эту систему, а можно было посмотреть на исходную и обнаружить, что есть следующее забавное свойство. Вот посмотрите внимательно на это выражение, ребята. И подставьте вместо х единицу, а вместо у минус 1. Кстати, может быть легче даже вот здесь, потому что 1-1 это 0, 1-1 это 0, все это исчезнет, а останется что? Число С. Останется отрицательное число. А если здесь подставить вместо х единицу, вместо у минус 1? Здесь будет 0, здесь будет 0, останется что? Останется А. Марк. Форма, полученная по этому карлеру, в точке 1-1 равна С. То есть отрицательное. Форма, полученная по р, по второй стороне, в точке 1-1 равна А. То есть положительное. Между прочим, это в точности соответствует тому, что там Коля сказал сложить эти два и вычесть. Почему? Да потому что это как раз и есть подставить вместо х единицу, а вместо х единицу. Потому что верхняя и нижняя строчки соответствуют тому, что 1 в квадрате и минус 1 в квадрате, а средняя, потому что 1 на минус 1 со знаком минус. Итак, не может одна и та же форма получиться и л, и л. Значит, наше преобразование не просто вперед определено однозначно, но и назад определено однозначно. И правило очень простое. Если в точке 1-1 форма отрицательная, то это значит, что применяли L. Если положительная полученная форма, то значит, она получена от применения операции L. Отлично. Иду в наши картинки и, соответственно, заявляю, что происходит зацепление в ту самую точку, с которой мы начали. Вот огромное дело. Это означает, что рано или поздно мы получим какое-то такое множество. Смотрите, как выглядит это множество. x квадрат минус dy квадрат это сколько там x плюс сколько там y, а в это целые отрицательные числа минус d умножить на какие-то там и тоже целые отрицательные числа. То есть есть линейные замены, которые в квадратичную форму переводят в саму себя. Ну, более того, поскольку все эти линейные замены на самом деле были с определителем 1, то и определитель вот этой матрицы AB альфа бета, то есть число AB альфа минус альфа бета, тоже будет равен единицам. Ну, это даже, мне уже даже не так интересно, а интересно, что можно второй раз применить, третий раз применить и так далее. И каждый раз мы будем наращивать и наращивать вот эти альфа бета. Между прочим, ребята, мы сейчас только что доказали, что уравнение Белли, а уравнение Белли из равнения x квадрат минус dy квадрат равно единицам. Всегда имеет решение в нормальных числах. Почему? А потому что, смотрите, когда меня интересует, что это равно единице, то я могу преспокойненько сказать, когда x равняется единице, а y равняется нулю, это выражение было равно единице. Но оно при этом никогда не менялось. А значит, если я подставлю сюда вместо x единице, а вместо y единице ноль, то у меня опять все будет замечательно. Вот оно, новое решение. Решение 3, 2. А если попущу на следующий круг, а на следующий, на следующий, так и буду находить все новое и новое решение уравнения. Хорошо, теперь нужно понять, а все-таки почему же будет политром? Для этого давайте аккуратно посмотрим, как выглядят вот эти квадратичные круги. Ребята, давайте я рисую. x квадрат минус 2y квадрат. Преобразованием l у нас переход x квадрат плюс 2y минус y квадрат. Преобразованием l мы получаем 2x квадрат минус y квадрат. Преобразованием l мы из этого получаем x квадрат минус 2y минус y квадрат. После этого... А, собственно, мы возвращаемся к начальному. Я зря так нарисовал. Вот так мы возвращаемся к начальному. При помощи преобразования l. Давайте посмотрим, как они у нас здесь устроены. Здесь у меня x квадрат плюс 2y квадрат минус y квадрат. А здесь x квадрат минус 2xy минус y квадрат. Чем отличаются эти две квадратичные формы? Как вы считаете? Вообще-то они очень похожи. При x квадрат коэффициент один и тот же. При y квадрат один и тот же. Что у них разное? Но они различаются на 4xy? Нет. Они различаются на знак. Если мы с вами сумеем понять, что при движении по этому кругу, по этому нашему замечательному кругу, когда мы идем от формы x квадрат минус 2y квадрат к учасовой стрелке на некоторое количество l и r. И когда мы пройдем против часовой стрелки теми же самыми l и r, то на самом деле разница будет только в знаке при x и y. Ребята, а человечество способно это сделать? Объясняю. Это просто надо понять, когда мы делаем преобразование l, а когда мы делаем преобразование r. и действительно мы докажем про этот самый полиндром. И это действительно легко. Давайте выписываю, что я хочу. У меня есть x квадрат минус dy квадрат. Я делаю, делаю, делаю. В какой-то момент я пришел к квадратичной форме. К какой квадратичной форме? Вот она там написана. А x квадрат плюс v x y плюс c y квадрат. Замечательно. После этого я делаю какое-то преобразование. То ли r, то ли r. Замечательно. Так вот, господа, здесь надо доказать, что стоит квадратичная форма а x квадрат минус b x y плюс c y квадрат. Отлично. И она получена из какой-то квадратичной формы при помощи преобразования l или r. Отлично. Да давайте же поймем, какая там стоит стрелочка. И в одном случае, из чего она получена, а в другом случае, что из нее получится. Ребята, это совсем просто. Дело в том, что когда вот здесь стоит стрелочка, вы помните, в каком случае применяем l, а в каком случае применяем r. Давайте, я пишу. Значит, здесь вот l, применяется в случае, если a плюс b плюс c, помните, какое? меньше нуля. r в случае, если что? Если a плюс b плюс c больше нуля. Это все запомнили сегодняшнее занятие? Запомнили. Отлично. Теперь вопрос. А в каком случае квадратичная форма получена при помощи там l или r? А у меня будет правильно. Надо посчитать, помните? Помните было это? x равно единице, y равно минус единице. Если, значит, подставил и нашел значение, помните это? Ребята, а я способен сюда, вот в эту гадратичную форму, вместо x подставить единицу, а вместо y минус единица. Запомнили. Какое будет число? Когда x единице, нигде минус единица. А минус минус b, то есть плюс b плюс c. Ребята, я должен вычислить а плюс b плюс c. И в зависимости от знака этого числа, здесь с ней l или r. Ну, давайте вспоминать. Если значение выражения в точке 1 минус 1 было отрицательное, значит, применяли по... значит, получали по r. Если было оно положительное, значит, получалось по r. Итак, значит, если меньше, то r. Это в точности тоже самое правильное. Потому что в точности. Поэтому буквы здесь будут стоять одинаковые. То есть, или в обоих местах будет l, или в обоих местах будет стоять r. Пока все понятно? Пока все понятно. Ну, ребята, перезменить все очевидно. Потому что я знаю, как работает буква l. Правда? Вот представьте себе для определенности при свободных случаях применяли если l, то же самое, да? Вот, смотрите. Я понимаю, что здесь происходит. Здесь форма будет заменена на вот тут. ax2 плюс 2 плюс b xy плюс, да? a плюс 2 плюс y2. Она получается из какой-то формы. альфа икс квадрат плюс бета xy плюс гамма y квадрат, да? При образовании l. Что значит при образовании l? Это значит, что есть такая система. a равняется, чему там а равняется? Альфа. альфа икс квадрат, да? Альфа плюс бета плюс гамма. Ну, нужно быстренько найти, чему равняются все числа. Ну, смотрите. Альфа – это, очевидно, а, да? Альфа – это а. Дальше, бета – это, что такое бета? Это минус b минус 2а. А, так. А гамма, что такое? Это нужно из с вычислить альфа и вычислить b. А здесь, соответственно, с минусом. А это ровно то, что мне нужно. На самом деле, это можно было в других обозначениях понятнее объяснить. Если бы я писал нам куда-то, что я записывал в абстрактных обозначениях и выписывал бы замену координат в более абстрактных обозначениях, то это было бы даже понятным. Но, с другой стороны, это не так важно. Потому что я сейчас строго доказал, что действительно не просто произойдет зацикление. А что у этой картинки есть свойства трендрома. То есть, когда вы идете под стрелочкой вот здесь, то на самом деле, если вы пойдете на право в право в право в право в направлении, то будут те же самые буквы на соответствующей позиции. Я вот так вот это очень приписываю. Ну, значит, во-первых, мы доказали, что уравнение бета всегда не видишь. Благодарю их мы доказали, что у любой квадратичной формы бета х квадрат минус ди и у квадрат всегда имеется вот такая линейная замена, которая переводит ее в себя. Ребята, очень важное обстоятельство. На самом деле, я не особо-то пользовался тем, что у меня форма именно х квадрат минус ди и у квадрат. Чем я на самом деле пользовался? Тем, что у моей квадратичной формы дискриминант положительный. Пользовался я этим? Конкретное число, да? Конкретное число, что у моей квадратичной формы дискриминант известен, и что из него корень не извлекается. То есть на самом деле, я мог взять первоначально, в общем, более-менее любую квадратичную форму, даже дискриминант, и для нее это рассуждение совершенно замечательным образом бы и прошло. И получилось бы, ну, единственное, что вот если у меня приняты такого момента, когда зануляется то есть цена декцины, тогда полидронности бы не было. А вообще, все круто.